Всем большой привет! А я приехала в гости к Тане. К Тане Матане. Мы с ней давно уже не виделись. И я когда в Москве, обязательно к ней заезжаю в гости. Вот. Сейчас... А, ты скажешь, сейчас я тебе покажу, как это было. Она тут переделывает интерьер, красит двери. Даже плинтуса. Я и не знала, что тоже плинтуса можно красить. Она часто снимает интересные ролики. Тема организации и хранения. Для детей, как все обустроено. Я сейчас смотрю детскую. Такая железная дорога. Сын Дима, примерно же возраст, как у меня, Олесь, участвовал в программе лучше всех. Вот награда. Классно. Сейчас кушает. Ну, давай я тебе покажу сейчас краски. В общем, чтобы подобрать краску, это еще голову сломаешь. Я столько пересмотрела видосов, и везде врут. Я столько поговорила с продавцами, ни один нормально не может... Вот, понимаешь? То есть я прихожу, они... Берите любую акриловую, она на что угодно ляжет. Нифига она на что не угодно не ляжет. Берите в эти магазины, которые по перекраске, по декору. Берите наши по декору, они все вам перекрасят, и все прекрасно... Поэтому нифига ничего. Вот. Красиво получилось? Да. Вот. Здорово. В общем, в результате я нашла одну единственную краску, идеальную. Вот. И ей я уже дверь перекрашивала, потому что она вот классно бегла. Я буду все рассказывать. Что можно перекрасить? Я в результате перекрасила дверь. Она у меня была коричневая. Вот. И не вписывалась после ремонта, она не вписывалась. Я перекрасила мебель. Вот эта мебель, вот это все. Вот это. Вот это. Вот этот шкаф. Угу. Это я все сама перекрасила. Плинтус. Классно, классно. Плинтуса я тоже перекрасила. То есть у меня пошло... Я перекрасила дверь вот сюда. Иди к твоему розовому. Вот. И плинтус не соответствовал. Плинтус тоже перекрасила. Вот эта дверь, видишь? Вот эта дверь. Она была такая черная рамка такая была вокруг нее, железная. Да, у меня тоже черная рамка. Вот. Я ее тоже перекрасила, видишь? Здорово. В общем, нужно подбирать краски, и это не так просто. То есть самый вопрос это краска. Да, легла она очень хорошо прям тут. Идеально. То есть это краска, которая на все ложится. Я ее когда нашла, я когда ей красила, а цвет смотри какой глубокий. Одно удовольствие получала, да? Да. Цвет, видишь какой глубокий, он с оттенком. Вот камера не возьмет, скажи. Вот. Он чуть-чуть вот как будто при разных цветах он играет. То есть это не просто серый, да? Да, он с таким, с тонким оттенком. И смотрится, ну, что эта дверь не крашеная, а как будто она так и была. Вот. Здорово. В общем, я Насте уговариваю, чтобы она себе тоже тебя перекрашила. Нет, я займусь тоже. Мне надо ремонтом, интерьером, но это я займусь зимой. Зимой, да. Лето не хочет тратить на это. Ну, а у меня вот сейчас есть возможность, и я все вот это вот перекрашу. Ну, у меня бардак, Настя пришла, а у меня бардак. Да, у нас просто незапланированное видео, мы тут ничего не убирались. Да, да. Так что буду все рассказывать, ребятки, все тонкости. Какая краска как легла, почему, где нужна грунтовка, где не нужна, где нужно шкурить. Все буду рассказывать. Да. Потому что я своими руками, и у меня нет интереса продажи, понимаешь? Как вот люди приходят, что ты в магазин или там к декораторам, им все равно нужно вам продать. И они вот эту вот рекламу делают, да? Ну, их тоже можно понять. Вот, поэтому я все расскажу. Где я делаю ремонт, у меня называется канал «Позитивные идеи». Да. Да, очень. Вот там ремонт, по домохозяйству, по организации, в общем, все я там делаю. Ты уже не первый раз у меня, а так как-то я к тебе, кадр почти не попала. А, мы с челлендж еще делаем с тобой. Да. А в этот раз не будем делать. На шкаф. А в фоторамке, оказывается, тоже можно перекрасить. Короче, если вы хотите обновить что-то в своем интерьере, добавить новых красок, не обязательно менять мебель, менять двери, да? Можно старую мебель перекрасить, и будет отлично. Как поменяешь? Это целый ремонт, ее нужно выковырить. Представляешь? Чтобы была коричневая дверь, и смотрела, какая красивая. Синяя, вот у меня пошла из-за мебели, синяя вот эта, я тебе картинку могу прислать, синий вот этот шкаф и рядом коричневая дверь, она вот меня бесила, не знала как. Вот эти рамки тоже я перекрашивала, видишь, вот они. Вот это я еще не доделала, у меня здесь подвески еще будут тоже. И вот эту тоже буду перекрашивать, вот она коричневая, у меня под прошлую мебель, она подходила. Вот, видишь, я ее сейчас пока заклеила, так, ну, типа, подсерила. Я ее сейчас тоже перекрашивать буду, вот, декорировать все буду, вот. Так что вот, котяра, видишь, как? Классно, кстати. Вот это вообще мне нравятся, полочки классные такие. Это икеевские. Ну, вот эти ты не красила, они были уже такие, да? Нет, нет, это цвет икея, да, потому что шкаф и вот эти полки, они в этом, видишь, в одной цветовой гардии. А стульчики? Стульчики икея тоже я перекрашивала, я их делала как состаренные, видишь, такие, со специальным непрокрасом. А это, вот эта подставка у меня, видишь, вот так. О, отлично, слушай, столько идей реально. Да, вот сейчас мне еще эти должны тюльц доделать. И у меня здесь... А сюда я тоже переделаю. В общем, ты у меня рум-тур делаешь практически. Ага, точно. Ручки, оказывается, тоже можно покрасить. Что-то я даже и не думала про это. Реально все. Ручки обглубляются со временем. Они были золотого цвета, куда здесь золотая ручка. Нужно, конечно, поменять, а может, со временем поменяем. Но оно держится нормально. Короче, ты вся в творчестве здесь. Ну, потому что свою квартиру и без творчества не сделаешь индивидуально. Правильно, да. Без своих идей. Видишь? Это наклейка. Да, я заказывала специально. Вот она у меня вот сюда вот будет. Видишь, по размеру? Вот. Я вырежу ее на квадратики. То есть она у меня будет как будто вид из окна. То есть, видишь, здесь как бы я подбирала под цвет своей спальни, чтобы были синие, желтые тона. Вот. И как будто вид из окна. То есть вот это вот будет как будто это имитация окна. Прикольно. Вот. Я ее еще, видишь, только получила. Такой город, да? Интересно вообще. Она очень такая красочная. Яркая. Яркая, да. Я еще не загорелась, но после тебя я загорюсь. А я всех зажигаю. У меня это самое. Ну, потому что интересно. Да, да. Вот. Поэтому все. И рамки, подушечки, полочки. Да, полочки какие-то. Ну, всякие няшки, милашки, всякие мелочи. Они же всегда украшают. Я сейчас еще, знаешь, что буду красить? Чего? Видишь, вот это вот. Принтер? Ну, он черный. Серьезно? Ну, он выбивается, да. Ну, я принтер уже покрасила. То есть эта краска, она на пластик хорошо ложится. Обалдеть просто. Да, я только вот думаю, какой цвет. Потому что у меня воробой этот. У меня же краску не хочется один покупать. У меня цвет, в принципе, серый. Дверей. Я, наверное, если у меня останется, то я и перекрашу принтер. Еще я покушаюсь на телевизор, но не знаю. Потому что у меня телевизор, я хочу его белым. Или я поменяю его в телевизор, или я его перекрашиваю. У меня еще была, знаешь, это самое, как в американских фильмах, чехольчик на него сделать. А, нет. У них это, кстати, распространено. Они делают даже пушистый чехол на телевизор. А почему нет? Что здесь разделать рамку? В общем, я думаю, что телевизор, он тоже выбивается. В общем, вот так вот. Если начнешь, то не остановишься. Начнешь, если что-то красить. Потому что, знаешь, это, знаешь, как это самое, не покупай чулки, женщины, чулки. Если купишь чулки, начинается там, нужно платье, нужно сумка, нужно это, все нужно менять. Вот начинается ремонт, и все нужно переделывать до конца. Мне нужно много декора, потому что у меня пока все по-простому. На самом деле, ты в тренде. Полный минимализм у меня. Ты на самом деле в тренде. Потому что сейчас вот в дизайне раньше было, например, пятнистые обои, а светлый пол там, однотонные, да? А сейчас наоборот. Обои, тренд идет такой в декоре. Обои однотонные. Почему сейчас и много продается однотонных обоев. А весь декор уже дополняет это там. То есть, например, пятнистый какой-то яркий коврик тебе весь положил. Да, я, кстати, буду покупать. То есть, сейчас, знаешь, с учет элементов декора ты меняешь интерьер. А основа, то есть, ну, обои любые, они как основ. Вот, поэтому, ты в тренде. Это мы на кухне. Вот он. Цвет у тебя красивый очень. Мне понравился. Где? Вот. То есть, она идет, она абсолютно без запаха. Вот это, да? Если у тебя деревянная дверь, она отлично ляжет. Если ты зимой красишь, тебя не будет возможности проветрить. Она без запаха. Замешивала. Я ездила, замешивала цвет на белую основу. То есть, берешь ее белую и добавляешь тот цвет, который ты хочешь. То есть, у тебя фиолетовые обои. Ты видела, кстати, в «Друзьях» есть такой сериал, в «Друзьях»? У них фиолетовые обои и розовые двери. Посмотри в сериале. Да? Вот так смотрится. Да. Вот в какой цвет ты будешь красить? Я еще не знаю. Но я тебе говорю, посмотри сериал. Это прям у них, это вот американский сериал, друзья. У них фиолетовые обои и розовые двери. Я все время смотрела этот сериал. Вообще обалденно. То есть, можно намешать, какой ты хочешь цвет. Нет. Это вот в «Косторам» я купила. У вас есть «Косторам»? Да. Вот. У нас «Икеи» нет. А, «Икеи» нет. Ну вот. Тогда вообще не вопрос. Потому что, ну, они в сетевике, они одно и то же увозят. На фоне моего бардака, да? Ну, ребят, у меня ремонт. Вот. Это американская краска. Она, это средняя между эмалью и меловыми красками. Они соединили две в одном. И она на эмаль, на плитку, на пластик, на стекло. Она на всем держится. То есть, вот сейчас декораторы просто, ну, как бы в нее влюбляются. Это новинка. Она только-только появляется. Пять видов красок я потестировала. Для того, чтобы... Которые вот сейчас на рынке. Вот. Всех разных видов. Вот. В общем, вот это идеально. Спасибо за полезную информацию. Да. Ну, видишь, как ты попала ко мне. Да. Я все время прихожу, когда к тебе попадаю. Мои видео выйдет, наверное, позже, чем твои. Потому что я сейчас докрашу. Сниму уже итог. У меня же еще две двери не докрашены. А потом уже сниму это. Короче, друзья мои, меня кто-то укусил в бровь. Сейчас, в принципе, глаз уже нормально. Но три дня я ходила с огромным опухшим глазом. И, конечно, это все подпортило мое настроение, мои ощущения. И вот это, конечно, жесть. И первым делом, когда я приехала в Москву, я побежала в аптеку. Купила таблетки противозудные, противоаллергические. Мась финистилгель. И капли в глаза. Ох, блин, как можно было так. И причем это было как раз... Меня укусила какая-то творинка за день до отъезда. Я просто была никакущая. Уже прошло пять дней. У меня до сих пор глаз болит и чешется. И надо, наверное, будет обратиться к врачу. Собралась в Москву. И тут такой подвох. Я в Королеве. Сегодня мы будем гулять тут по парку. Как называется парк? Ну, это мы в центральном парке. И здесь вот ДК, то, что ты там снимаешь. А вот там парк. Будем там ходить. Он не очень большой, но все равно он хорошенький такой. Ну, скачайки такие, да. Садись. Сейчас будем кататься. Утром прошел дождик. Главное, чтобы сейчас не было. Ух ты. Вот это прикольная штука. Паутина. Глазилка. Если бы была другая площадка... Если бы была сухая, я бы полазила. А она сухая. Да? Высохла уже. Она же не замокнет. Нет. Это резина. Она же все стекло и все. Лишь бы куда забраться. Погнали заценить экзопарк. Пойдем. Сейчас я остановлюсь. Балдеж? Не засни. Космические качели. Они такие расслабляющие, да? Ты откинься. Ты на Луне сидишь. Ну, так неудобно было в голове. Потому что ты слишком высокая. Да. Гагарин и Королев. Пошли посмотрим сейчас, может, какие-то это самые... Дождик пошел, я мое. Пошли посмотрим расписание. Вот здесь вот эти летники. Вот на 9 мая, не права, и мы здесь фильмы крутили. То есть они крутят старые фильмы. Здесь есть кинотеатр. Вход свободный. Можно посмотреть фильмы. Ну, нужно знать расписание. Ну, да, можно. В общем, это все детские сады в городе Королево. Каждый садик брал по дереву и обвязывал их. Это все вязаные деревья. Очень красиво. Это, наверное, локация красивая. Ну, кстати говоря, знаете, как некоторые были недовольны. Да, представляешь? То есть я не знаю, почему такую серию это. Гринпис? Ну, а что ты никак не навредишь дереву? Когда обвяжешь, как ты ему навредишь? Никак. Никак. Наоборот. Чтобы вообще их не трогали. Здесь вот такие беседочки. Ну, сегодня вторник, поэтому здесь очень мало сегодня народу. Мы гуляем и наслаждаемся тишиной. Брошюры свои домашние. И оставить ее в беседке. Да, букросхинг. Ну, кстати, кто-то оставил, смотри. Надо тоже книжки сюда принять. Это Международное общественное движение любителей литературы. Обмен книгами. Смотри. Жрошу, знаешь, какая здесь книга? А, налоговый конекс. Вдруг кому нужен. Короче, да, прочитал книгу, поделись с другом. А здесь такой интересный автодром. Можно взять машинку маленькую покататься. ДПС, там вот заправка. Ну, и для детей тут полно всяких разных классных развлекух. Автогородок. Я бы тоже покаталась. Ну, главное, чтобы дождик не пошел сильнее. Здесь так много необычных красивых детских площадок. Вот почему у нас в Саратове не могут такие тоже делать. С хорошим покрытием. Да, Москва. Все для людей. У меня, как всегда, фотик садится неподходящий момент. Красивые скульптурки тут. Рыба. Большущая рыба. Класс. Вообще супер. Забираться? Это такая клумба. Угу. На клумб? На клумб? Нет, вот рядом. Вставай у тебя сфотографией. Хороший пастик. А, точно. Летучий корабль. Летучий корабль. Да, это клумба. На нем лазить нельзя. А туда можно залезть, фоткаться, нет? Нет, вот посмотри, вот для тебя написано. Видишь, для тебя. Специально для меня, да. Крусельки, как у нас в горпарке, но у нас побольше будет. Мы уже проехали, что я хотела снять. А, ты хотела с Телкс? Да. Ну, обратно поедем. И сегодня на ужин у нас вот такие напитки. Да. Дегустация. Субтитры сделал DimaTorzok